Привет, друзья! Сегодня роскошная весенняя погода и с вами ProTestDrive, а значит мы протестим новую классную машину. И весна, впереди праздник 8 марта и наш сегодняшний тестовый образец будет прекрасным подарком любимой даме на 8 марта. Знакомьтесь, японский возвращенец Mitsubishi ASX. Почему возвращенец? Потому что на рынке он на нашем уже был, уходил на пару лет и вновь вернулся. А ASX – автомобиль, который вернулся к нам на рынок и сейчас оставляет конкуренцию в самом сложном, в самом конкурентном сегменте компактных кроссоверов. Чем хороший ASX? Ну, внешне, опять же, всегда оставляет субъективный фактор, его немножечко, чуть-чуть мордочку перелицевали. Но, что важно, перед вами 100% японский автомобиль. Автомобиль также прекрасно подойдет для молодой семьи. В нем есть и спортивный задор, есть и дизайн, компактный размер, он достаточно экономичный. И, в общем-то, несмотря на класс, достаточно вместительный. Моторы начинаются от объема 1,6 литра, этот мотор будет весьма экономичен. Но у нас на тесте двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Поехали, проверим, какие они на ходу. Фирменная черта Mitsubishi. Вне зависимости от размера и мощности двигателя, машины все очень легко трогаются. Но, конечно, сочетание 150 лошадиных сил на компактный кроссовер, это уже очень неплохо. Но, вот прям, видимо, настраивают на легкость прямо. То есть, вот, первое движение, оно начинается прям очень легко. Сейчас очень легко проскочили лежачий полицейский, сейчас будет еще парочка впереди. Ну и март, вылазят наши весенние дороги. Зима, как лучший, ремонтник дорог сдала свои права. И ям становится много, ямки, трещинки. Но для нас сейчас это хорошо, потому что сможем проверить, как работает... Опа! Это был лежачий полицейский, сейчас будет еще один. Но здесь на дамбе они достаточно мягкие, и прошли мы их вообще, вот, просто практически не заметим. Так, вот сейчас выезжаем на дамбу, здесь кругом камера. Да, очень важно поставить правильную скорость на круиз-контроле, потому что камера кругом, а я стараюсь ехать, ну, максимально эффективно. Очень явное утолщение на без 10,2 прям цепляешь за них пальцами. Они тебе подсказывают, что руки на руле нужно держать правильно. Это, кстати, самое безопасное положение, то, которое в экстренной ситуации позволит вам наиболее эффективно работать рулем. Очень интересный, такой волнообразный разгон на ЦВТ. То есть, когда давишь педальку так активно, крутящий момент на одном месте примерно, но потом раз, спадает. То есть, псевдо... вариант коробки, то есть, псевдо-ступени как будто бы есть внутри. И вот он так плавно набирает, сбрасывает, набирает, сбрасывает. Коробка очень интересная, к ней нужно чуть-чуть попривыкнуть. Успытание буджаки, неизвестно, сколько они продлятся, поэтому заскочу в свою любимую кафешку и перекусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, посмотрим, как ASX обгоняет на трассе. Разгон с 80 до 110. Ну, в общем-то, вполне запас мощи не избыточный, но вполне уверенно. То есть, фура, которая шла бы 100, обгонять было бы проблематично. Фура, идущая со скоростью 80, проблем для нас не представила. Мощности мотора здесь более чем достаточно для динамичной езды. Ну и, друзья, поскольку у этой машины много почитателей женского пола, поедем мы в гости к девочке, которая очень хорошо умеет водить автомобиль. И, мало того, является владелицей школы контраварийного вождения. И, собственно говоря, имеет свой полигон. Наталья, привет! Привет аналогично. Тебя с весной, с отличной солнечной погодой. У нас сегодня вот такой, как я считаю, может быть, я не прав, но женский автомобиль. Поэтому хотелось бы немножко женского мнения об этой машине. И расскажи, прокатимся! Ну, что для девочек важно в машине? Для девочек важно чувствовать машину. Вот что, в общем-то, в этой машине прям чувствуется. Небольшие габариты и видно края. А давай сразу же с тобой включим заднюю передачу. Вот такая штука в пользу пойдет? Ну, такая штука в пользу, но если, например, девчонки, габариты все равно велики. Ну, вот на других автомобилях, тут даже при помощи камеры сложно бывает ей пользоваться. Здесь габариты оптимальные для девочки, поэтому камера будет только помогать. Я не чувствую, что здесь тесно. Что скажешь? Здесь очень просторно. Точно выйдут все дети, подружки, семья. И для себя, для одной тоже очень приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видео, тормозимся. Вот здесь вот ручничок нам опачки. И сразу же выходим. Вот здесь на полигоне ASX перестает быть женским автомобилем. Превращается в спортивный болид. И это не случайно. Вот здесь компактные размеры ему только в плюс. Если бы сейчас у нас здесь были на этом льду соревнования между большими автомобилями, средними и маленькими, то ASX выглядел бы очень прилично. Но еще один из плюсов. Настоящий ручник механический. Вот сейчас я немножко с ним заигрался, и он мне ошибочки-то не простил. Ну как не простил? В занос я ушел, но автомобиль вовремя меня тормозил. Вот здесь вот снова нам, да, главное дозировать аккуратно, и чтобы давать возможность газу вытаскивать машину из поворотов. Опа! И покрытие такое прям. Лед, песок, снег. Утрамбованный. Ну и спина стража в нужный момент включается. Ну что, наш любимый поворот почти идеальный. И вот еще один, в котором, ну, все время ухожу. Газу-газу-газу. Отлично. Если в семье появляется ASX, у вас как бы два удовольствия в одном. Во-первых, у вашей жены прекрасная компактная машина, способная отвезти детей в садик, в школу, съездить за покупками в супермаркет. Ну, ей-богу, на выходные вы можете брать у нее, погонять, потому что ваши огромные слоны такого удовольствия не дадут. Да, я бы, конечно, рекомендовал машину с двухлитровым мотором. Понятно, почему. Потому что машина едет совершенно по-другому. Ну, а мотор 1.6, скажем так, для тех, кому важно поберечь семейный бюджет. Да, как на Pajero Sport, здесь я уже собирать углы не буду. Такой возможности у машины нет. Это все-таки, ну, как ни крути. Городская машина легкая, бездорожье она преодолевать может. Но лезть в снег на ней, конечно же, точно не нужно. Зато вот здесь на треке машина дома. Так же, как и на городской улице, и на городской парковке. Ну что, друзья, время подводить итоги теста. SX, автомобиль, от которого я сегодня особо ничего не ждал. Ведь этот автомобиль уже давным-давно на рынке. Это автомобиль, в котором вы по-настоящему сможете получить удовольствие от вождения. Да, и, друзья, если вы выбираете машину в компактном классе, то SX нужно рассмотреть обязательно. А тест-драйв можно пройти в дилерском центре Митсубиши по адресу Московская, 106А. Не забывайте, что все тесты субъективны. Поэтому всегда важно составить собственное мнение об автомобиле и пройти собственный тест-драйв. Ну, а мы с вами увидимся на канале про тест-драйв и на улицах города и страны. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!